Это повязка с элементами фиксации для того, чтобы было удобнее их использовать. Особенно в условиях боевых действий, где не нужны были бы никакие другие предметы для фиксирования. Она выглядит как обычная повязка, но по бокам специальные клеящие элементы. Снимаем клеящие элементы и вот так фиксируются полностью на поверхности. Такая гидрогелевая повязка наполовину состоит из воды и оказывает охлаждающий эффект. Её используют при ожогах и трофических язвах. Она не только снижает боль, но и ускоряет заживление. Каждый помнит, как марлевые повязки вырастают в заживающую рану и когда при перевязках её надо вырывать из этой раны. Гидрогелевая повязка себя очень толерантно ведёт с раной. Она помогает её заживлять, предотвращает образование рубцов и, кроме того, она не прилипает к ране. Она позволяет во влажном состоянии залечить рану, предотвращает повторное заражение. Львовские инженеры разработали повязку на основе природных полимеров, в частности, альгината натрия, который получают из водорослей. И это существенно отличает их качество от синтетических аналогов. Современное развитие этой области – это создание гидрогелевых повязок на основе природного сырья. Достаточно много преимуществ. Во-первых, биоактивные полимеры способствуют заживлению ран различного происхождения – от ожоговых до травматических, операционных ран, послеоперационных. Кроме повязок, во львовской политехнике начали разрабатывать гидрогелевые бинты и маски. Это поможет парамедикам применять их к разным размерам участков поражений. Например, маска более удобна, чем повязка в случае, если есть ожоги или раны на лице. Маска – это та же гидрогелевая повязка, просто вырезана под размеры лица. Она в скрученном состоянии тоже имеет пленочку. Мы ее снимаем и накладываем на лицо. Производить повязки, бинты и маски студенты вместе с профессорами начали сразу после полномасштабного вторжения России в Украину. На передовой изготовлении львовских инженеров парамедики активно используют при ожогах. Во-первых, они охлаждают рану, а первая помощь, оказываемая в таких случаях, это следует охладить саму ожоговую поверхность. И они закрывают ее от дальнейшего действия факторов внешней среды. Чтобы изготовить эти повязки, во львовской политехнике сконструировали специальный механизм – транспортер. В нем смешиваются все составляющие и компоненты будущей повязки. «Через насос все идет в смеситель. Мы получаем такой плюс-минус принтер, можно сказать, 2D-печать. После смесителя у нас выходит консистенция густой сметаны. Скорость транспортера рассчитана таким образом, что в то время, пока идет отливка и в зону переноса на подносы для сушки, мы получаем из консистенции сметаны стойкую форму, которую уже можно взять в руки». Следующий этап – сушка. Будущую повязку избавляют от лишней воды. «Далее эти подносы с пластинами гидрогеля мы загружаем в сушильный шкаф. К сожалению, за один раз высушить не удается, поэтому мы всегда переставляем их, чтобы равномерно высушить». Уже готовый гидрогель вырезают в нужной форме и проверяют на дефекты. «Я делаю контроль качества, проверяю толщину повязки, чтобы она была нужной толщины 3 мм, чтобы она была не тонкая и не толстая. То есть, если она тоньше, мы делаем её толще или наоборот. И также проверяю на какой-то брак». После этого отсортированные повязки обрабатывают под ультрафиолетом и упаковывают в специальные пакеты. Финансированием и обеспечением материалами украинским изобретателям помогают спонсоры и местная власть. За время полномасштабного вторжения учёные изготовили более 80 тысяч таких повязок.